Сменить деловой офис на природный ландшафт, пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, окунуться в соревновательную атмосферу и насладиться командным успехом. 12 и 13 августа такую возможность получили участники традиционного слета команд молодежных советов предприятий и организаций Омской области. 22 коллектива, а это около тысячи человек, разбили туристический лагерь недалеко от деревни Согра, что в Горьковском районе. Турслет – это одно из самых крупных мероприятий молодежного совета, активного работающего при Федерации Омских профсоюзов, которое позволяет командам сплотиться, привлечь внимание к туризму, показать красоты нашей Омской области. Дело в том, что сама работа не здесь. Здесь ребята просто показывают, как они готовятся годами, годами, они год могут готовиться к следующему турслету. Мы сами выбираем тему. И команда образования происходит не здесь, здесь они уже показывают результаты, а команда образования происходит, когда они готовятся, остаются после работы в спортивных залах, репетируют в актовых залах, собираются, шьют костюмы, выбирают сценки, репетируют, подбирают музыку. И это получается настолько сплачивает коллектив, и это потом позволяет ребятам проще и лучше решать производственные вопросы. В программе слета прохождение контрольно-туристического маршрута, спортивное ориентирование, визитка, конкурс щитовых эмблем, туристской песни, состязания поваров, соревнования по футболу и волейболу. Новинка этого года – велоориентирование. Новинка Сейчас уже едут группой, я от них еле оторвался, чтобы они за мной не уехали. Последние пунктов 3-4 были перепаханы дорогой, и было вообще прям хорошо, бодриво. В общем, дистанция отличная, даже есть где потеряться. Берег Крытыша суперский. Дорога такая, что, блин, хватает времени посмотреть. Ну и плюс, даже грибы видел. Народ встречается, с ним, естественно, общаемся, куда, чего, что нашли, чего не нашли, какие КП обнаружили, не обнаружили. Ну, соответственно, у каждого свое мнение, один в одну сторону, в другую, в другую сторону. А так вообще, конечно, позитив, адреналин. Тема 12-го по счету слета выбрана большинством голосов самих участников. Эволюция. Каждая команда подошла к выполнению всех заданий серьезно и креативно. У нас организация очень большая, мы, по сути, все из разных подразделений, поэтому мы в это время очень крепко дружим этими подразделениями. Да, там звоним, например, надо там подготовить сценку какую-то, берем, созваниваемся, давайте сделаем так, так. Там был случай, когда в процессе подготовки у нас капитан был в командировке, и мы связывались и по интернету вместе, то есть готовили конкурс. Сочиняли стихи, там кто-то первый куплет там выложил, кто-то второй куплет выложил. Вот так вот собирается, да, общая картинка собиралась. Это абсолютно огромная, открытая площадка для проявления любой творческой инициативы. Все туристы, они творческие люди, и именно на турслете, то есть это можно показать полностью, раскрыть себя. Многие из тех, кто отстаивал честь предприятия в нынешнем году, постоянные участники слета. Мероприятие для них стало не только корпоративным, но еще и семейным. Дети сотрудников с большим удовольствием приобретают походные и спортивные навыки, а организаторы каждый год стараются улучшить формат события, учитывая пожелания туристов. Благодаря такой большой поляне каждый нашел себе место. Кто хочет потанцевать, он танцует и при этом не мешает остальным. Это очень для нас важно, потому что мы традиционные туристы, мы любим песни у костра, у нас также много детей в команде. И вот в этом месте для нас просто это было все идеально. Своих трудовых коллективов, они у нас здесь представители разных специальностей. Здесь у нас есть и медицинские работники, такие как представители нашим БСМП-1, это у нас работники культуры нашей библиотеки, это даже наши муниципальные служащие, администрация города Омска здесь присутствует. Но в основном, конечно, трудовые коллективы, это наши крупные предприятия заводские, и отрасли нефтехимии, и оборонной промышленности, и машиностроительных предприятий. Поэтому здесь они показывают себя не просто как специалисты в своей специальности, но они показывают себя как творческие люди, которые занимаются спортом. Победители слета определились по общему количеству набранных баллов. Лидером зачета уже третий год подряд стала команда зажигалки Омского нефтеперерабатывающего завода. Серебро у патриотов из Всероссийского электропровсоюза, третье место заняла команда «Электрон» производственного объединения «Иртыш». Команды молодых советов!